Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Я вчера прочитал эту историю, она меня просто потрясла. Вы знаете, что я рассказываю о тех моментах, которые связаны с участниками операции, когда они возвращаются сюда и попадают, так как не могут пройти мимо несправедливости, делают замечания и попадают под замес пьяные, алкоголь-то буквально не вредит здоровью люди, еще что-то, их избивают. Но в данном случае это уже дальше точно, уже я не знаю, куда еще может быть. Дело все в том, что в квартиру бойца операции вломился неадекват и попытался убить его жену. Жену бойца операции. Значит, она сообщает о том, что человек был профессионально подготовленный. Предположительно, она так предполагает, что это, возможно, был диверсант, который целенаправленно хотел лишить ее жизни именно потому, что она жена участника операции. Спустя шесть дней уголовное дело не заведено, учитывая, что по всем исследованиям, сразу проведенным после этого инцидента, у нее открытая черепно-мозговая травма, ушибы по всему телу, он проломил ей голову утюгом. Спустя шесть дней уголовное дело не заведено. Я предлагаю послушать то, что она рассказывает и, собственно говоря, чтобы нам было более понятно, о чем в данном случае идет речь. Он меня за волосы кинул в пол и начал бить ногами. У него берсты на ногах. Он начал бить меня берстами, прям профессионально бить. Видно, что он профессионал. Потом кинулся на меня, начал душить. Таким, знаете, есть бойцовский прием захватывающий. Это того, как я начала хрипеть. Отпустила и вновь начала избивать. После чего я попыталась утравить его лежу уже на полу, в крови, ногами в пак. Он вообще боли не почувствовал, даже не поморщився. И вот он увидел этот утюг и ударил этим утюгом мне в голове пару раз. Старался бить голову в первую очередь. Бил ногами у меня, пижама по всему телу, светля от персов, кровавые пятна. Бил в голову, душил. И это вот чередовалось, чередовалось, чередовалось. Он потяпился к дверям в какой-то момент. Папа вернулся, сказал мне, он так шикнул. А лицо стеклянное, глаза просто стеклянные. И он реально кусок мышц, такой под шарик. Он не украл ничего, не унес ничего. Его нашли, он там неадекватно то ли прыгал, то ли приседал. Там избил еще какую-то тетку по пути. Ударил или что-то там сделал, я уже не знаю. Но это ввел себя реально неадекватно. Они его перехватили, скрутили. Подъехала скорая, меня посадили, быстро перелетали, потому что голова в двух местах рассечена. И показали его через стекло, через окно автомобиля. Я его сразу опознала, потому что слишком много его видела. Это невозможно забыть. Потом меня увидели из Клифосовского. Там мне наложили в двух местах швы, обрели голову из половины головы, сделали рентген, МРС, чтобы посмотреть. У меня только палец, гематомы, голова, открытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и обширные гематомы. В основном по лицу. У меня дочь несовершеннолетняя, мне ее не с кем сейчас пристроить надо. Я живу на третьем этаже. У меня третий этаж со стороны садового кольца, и по сути второй этаж со стороны дворика. Ко мне в окно можно попасть только либо приставной лестницей, либо через примыкающие к моему дому здания. Но это надо быть очень ловким. Кто попал, точно не сможет. Избивают супругу военного СВО, который кровь там проливает, а тут какой-то бахнутый, нанюхавший соли убивает его супругу. А это реально было похоже на желание убить. Друзья, ну вот вы сами все слышали. Собственно говоря, вот такой рассказ. Она прямо говорит, что он был в Берцах. Очень такие характерные моменты. Он был в Берцах. Она говорит, что носил удары целенаправленно. То есть именно хотел лишить жизни. Ну то есть если человек, например, в неадекватном состоянии вломился, допустим, в квартиру, и какие-то наносит удары, что-то он пытается взять, что-то украсть, что-то еще. Здесь конкретно можно сказать, если так рассматривать эту ситуацию, человек целился в голову, бил в голову, утюгом именно в голову. То есть это, скажем так, понимание того, что жизненно важные центры необходимо поразить для того, чтобы, скажем так, так как вот на поле боя, да, то же самое происходит. Вот в таком ключе все это происходит. То есть можно сказать просто, какой-то неадекват вломился, там, избил, там, еще что-то, что-то схватил, что взял, что украл. В данном случае, она говорит, он ничего не взял. То есть какой мотив был? Он, она говорит, побежал, там кого-то еще избил, там они его схватили, показали там через это, она его опознала. Но находясь под определенными препаратами, мы неоднократно слышали, что и про фронт говорят, что там они находятся под определенными препаратами, чтобы не чувствовать ни боль, ничего. Поэтому в данном случае, конечно, есть все основания полагать, как мне кажется, и со слов потерпевшей о том, что действительно это был, возможно, диверсант подготовленный, который действительно понимал, в какую квартиру он лезет, тем более, раз в ее квартиру нельзя попасть просто так, это должен быть подготовленный человек. Значит, наверное, он шел на это дело, понимая, что он делает. Вот что пишет в СМИ по этому поводу. В квартиру бойца операции ломился неадекватно, пытался убить его жену. Пока мужчина защищал родину на передовой, его супругу избивали ногами и проломили ей голову утюгом. Спустя шесть дней уголовное дело не заведено. Определенную, конечно, осторожность вызывает, что каждое такое дело требует вмешательства председателя Следственного комитета Бастрыкина. После его вмешательства, конечно, сразу дело приобретает совершенно другой оборот, но тем не менее, он же не может все на личном контроле держать, в конце концов, все дела. В Москве пытались убить жену участника операции. В его квартире на третьем этаже ночью через окно залез неадекват и принялся жестоко избивать супругу бойца. Как пострадавшая, значит, Мина Распопова рассказала о нападавшей 21-летней изверг по фамилии Радке, вел себя неадекватно, глаза у него были словно стеклянные. Женщина не исключает, что он мог быть под воздействием запрещенных веществ. Радке целился ногами по голове мины, душил ее, затем взял утюг, поломил ей голову. По словам пострадавшей, когда она била мужчину в ответ, тот даже не морщился. Распопове удалось вытолкать отморозка прочь, а ее дочь могла вызвать полицию. Правоохранители нашли Радке во дворах, где он тоже вел себя неадекватно. Сейчас женщина проходит лечение, у нее открытая черепно-мозговая травма, сотрясение множественной гематомы и ушибы. Она написала заявление в полицию, но несмотря на то, что сегодня уже шестой день после избиения в уголовное дело, по словам адвоката, пострадавшая не заведено. Мина боится преступника, который находится на свободе, а случившееся считает попыткой убийства. По словам женщины, это мог быть украинский заказ, ведь ее муж сейчас уничтожает врагов в зоне операции. Юрий, старший мехвод известной бригады Кальмиус. Он пошел добровольцем на фронт больше года назад, участвовал в освобождении Авдеевки, также награжден медалью Суворова. Ну, в свете того, что последние заявления Буданова и остальных внесен в перечень экстремистов-террористов, значит, что каждого они будут искать, находить там и так далее. В данном случае я могу сказать, что, знаете, когда снимаешь какие-то видео и в комментариях встречаются комментарии такого характера, что там, ну, не то, что даже оглядывайся, не оглядывайся, а завтра тебе надо без головы и так далее, на все на это обращаешь внимание и тоже пишешь, и все это. Ну, ты понимаешь, что, собственно говоря, это делается очень-очень, да, ну, вот, пожалуйста. Можно сказать, что просто неадекват проник в квартиру и все? Да, скорее всего, нет, конечно, мое мнение, потому что человек, может быть, что-то принял, да, для того, чтобы, храбрости, чтобы вот это сделать, но в то же время перелезть, если к ней необходимо, там, специальную подготовку, а потом уже уходя, адреналин, какие-то препараты, возможно, и так далее, он шел, что-то еще там делал, так сказать, скрыться уже не успевал. Но это говорит о том, что человек все-таки не такой подготовленный, тот, кто хотел бы, скрылся. Но, опять-таки, она не является каким-то там генералом или еще кем-то, чтобы там, когда цель, чтобы там целый прорабатывать операцию, а вот просто жена участника операции, которая, собственно, является известным, скажем, человеком на, если можно так выразить, на передовой, на фронте. Не знаю, как показательно, как не показательно, но тем не менее. Конечно, этот случай вопиющий, как мне кажется, и все-таки хочется, конечно, здесь, на родине, в России, чувствовать себя в определенной безопасности, понимая, что, скажем так. Но, опять-таки, это ты можешь обеспечивать безопасность 24 на 7 на всех улицах. Людей очень много, проживающих в сопредельном государстве, тоже очень много. Кто и как, и за что, и в каких там каналах связывается, и как эта колоссальнейшая работа сейчас проводится в специальной службе, но, тем не менее, естественно. Но нельзя и отметать ту версию, что это просто какой-то, так сказать, там, вот решил залезть, вот через перелезть, там, под каким-то действием препаратов, вот просто перелез, залез в ее квартиру. Ну, слишком уж много совпадений. Да, поэтому вот такая история. Все-таки, я думаю, что должно быть возбуждено уголовное дело, человек залез и чуть не убил женщину. В первую очередь, мы не берем участника операции, не участника операции, а это преступление. А второе, ну, естественно, если брать такой мотив, то, собственно, как этот человек может сейчас находиться на свободе, я не очень понимаю. Друзья, что вы думаете на сей счет, пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна, ссылочку в закрепленном комментарии в описании к видео. Я приглашаю на свой второй официальный канал Будда Гришна. Новости в Телеграм. Новости выходят там круглосуточно с моими комментариями. Почему в Телеграм? Потому что там больше свободы слова. Мы обсуждаем там довольно важные новости коррупции, миграции, внешней, внутренней политики, кадровых перестановок. Там выходят видео, которых здесь нет, мои публикации. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео внизу. Друзья, подпишитесь, вам 15 секунд сделайте, но в случае чего мы с вами не потеряемся. Еще раз повторюсь, Телеграм-канал Будда Гришна. Новости мой второй официальный канал. Друзья, и приглашаю вас на свой сайт buddagrichna.com для бизнесменов, предпринимателей. Там есть достаточно интересное предложение. Если вы не хотите, чтобы десятки тысяч клиентов проходили мимо вас, которые сегодня могли стать вашими, посмотрите, заинтересуют, пишите. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.